По всей республике проходят региональные этапы Всероссийской Олимпиады школьников. Ученики лицеев, гимназий и средних общеобразовательных школ показывают свои знания по 21 предмету. В этом году в них участвует более 2000 человек. В эти же дни в учебных заведениях Чувашии проходят и научно-практические конференции. Юные ученые, карпели над своими работами не один месяц. Пришло время представить их строгой комиссии. Из Чебоксарской школы номер 61. Наш следующий репортаж. Надпись на этой двери предупреждает. Внимание, идет научно-практическая конференция. Скорее всего, там занимаются старшие школьники. Посмотрим, кто же там на самом деле. За высокой кафедрой некоторых ораторов почти не видно. Это неудивительно, ведь им всего по 6-7 лет. Можно с уверенностью сказать, что первоклассники впервые проходят такое серьезное испытание в своей жизни. Здесь все по-настоящему, по-взрослому. Темы, цели, задачи, гипотезы, выводы. Если в воде много солей, кальция, мамня, говорят, что она жесткая. В чайнике появляются знаки, в чайнике испортится, а у человека появляются камни в почках. За пять минут юные ученые 61-й школы должны изложить суть своей научной работы – суметь ответить на дополнительные вопросы. Некоторым докладчикам все это далось ой, как нелегко. Семилетний Вадим Владимиров разрабатывал свою тему вместе с папой. Тему выбрали мужскую – суда на воздушной подушке. Специально к защите в домашних условиях собрали целый механизм. В ход пошли паяльник, батарейки, изолента. Мне очень даже интересно заниматься с ребенком. Тем более тут первый раз, первый класс. В наше время просто такого никогда не было. В первом классе сразу практически конференция. С малых лет потихоньку приучаемся, чтобы сделать что-то. Глядишь, вырастет какой-нибудь интерес изобретатель. Глядишь, что-нибудь изобретет, прославит фамилию нашу. Почему лук щиплет глаза? Чем могут быть опасны фейерверки? И как слова влияют на человека? Эти и другие темы члены комиссии, к слову, все опытные педагоги, оценивали по пятибалльной системе. Мы ежегодно проводим научно-практическую конференцию сначала в классе, потом среди всех параллелей, потом в городе, на республике участвуем. Должна быть актуальна тема обязательно. Потом смотрят, есть ли цели, задачи, опыты обязательно должны были проводиться. В ближайшее время комиссия подведет итоги и назовет имена победителей школьного этапа. Авторы самых лучших работ будут защищать честь родной 61-й школы уже на городской научно-практической конференции, которая пройдет в феврале. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.